70 лет назад нынешняя библиотека номер 10 была сугубо профильной, только для строителей. С тех пор на некоторых старых книгах еще осталась вот такая печать. А четверть века назад этот дом книги вошел в Череповецкое объединение библиотек. Вот и получился двойной юбилей. Плюс профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек. Отмечали, как говорится, без отрыва от производства. А производство здесь специфическое. У нас ретрокинозал проходит специально для взрослого населения. Для детей у нас каждое воскресенье мультики мы показываем. То есть могут прийти, причем мультики стараемся и показывать по школьной программе. В ближайших планах открыть кинозал для школьников, разумеется, по школьной программе. Если уж не читать, то хотя бы посмотреть «Войну и мир» нужно в библиотеке, считают специалисты. Кстати, школьники, вопреки современным тенденциям, самые активные читатели. И тут все, как всегда, по классике. А вот взрослое население свои предпочтения поменяло. Взрослое население у нас, если раньше они, например, отраслевую более литературу читали, то сейчас они больше на художественную, как ни странно, детективы и любовные романы. Десятая библиотека обслуживает более четырех тысяч читателей. Книжный фонд только этой библиотеки составляет порядка 80 тысяч экземпляров. Управляться с такой махиной довольно трудно, но для этого существуют специальные санитарные дни один раз в месяц. Остановка и разбор всех книжных фондов проводится один раз в год. А вот еще одна особенность Десятой библиотеки – нотно-музыкальный сектор. И 34 тысячи экземпляров музыкальной литературы. Есть издания, которые очень старые. Мы их храним, потому что они уже не имеют повторного переиздания. Бах есть, Бетховин. Больше, конечно, зарубежные композиторы. А в соседней комнате – музей Александра Башлачева и небольшая концертная площадка. К слову, еще одну важную дату в этой библиотеке отмечали тоже на днях. 27 мая – день рождения легенды русского рока. Свой столетний юбилей тоже недавно отметила и Центрально-детско-юношеская библиотека. Невзирая на праздники, сегодня во всех домах книги готовятся к наплыву юных череповчан из пришкольных лагерей. Мероприятий запланировано огромное количество. Готовы к летнему сезону и Верещагинка. 31 мая откроется очередная выставка. Продолжит работу киногурман. Гостей ждут и новые творческие встречи. К слову, из этого проекта вырос новый. Мы будем проводить мероприятия в рамках темы современного искусства. И итогом этого проекта, который сейчас стартует летом и продолжится и осенью, и зимой, итогом станет массовая выставка, в которой смогут поучаствовать все горожане. То есть те люди, которые будут ходить на наши встречи, посвященные современному искусству, они создадут в процессе этих встреч свой какой-то объект, какую-то картину, или может быть фотографию, коллаж. И вот мы сделаем такую публичную массовую выставку. Из новинок Верещагинки летний цикл лекций кандидатов филологических наук Игоря Птицына. О загадках и тайнах русской литературы. Первая лекция 5 июня. Вот такое оно библиотечное производство. Новое время, новый формат, согласно которому современные библиотеки – это самые настоящие культурные центры. Вера Кучеренко, Сергей Павлов, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова